сегодня я буду делать муравейник для этого нам понадобится 250 граммов сливочного масла 2 яйца пол стакана сахара 10 граммов разрыхлителя и пол чайной ложки соды и три с половиной стакана руки также нам понадобится одна банка вареной сгущенки еще одна упаковка масла и 50 граммов мак мак вареная сгущенка и пачка масла это ингредиенты на крем на тесто сначала нужно растопить масло вот масло постоплено так сейчас мы высыпаем в отдельную миску сахар и два яйца берем ложку перемешиваем теперь сюда добавляем растопленное масло перемешиваем разрыхлитель и соль тесто готово и теперь мы можем его раскрывать на такие колбаски чтобы дурни было прокрутить через носорубку теперь берем насолубку и противень на противень кладем из трога литра или можно просто смазать масло теперь включаем теперь кладем в духовку при температуре 180 градусов до латистой партики это примерно 30-40 минут теперь будем делать крем берем мак и заливаем его кипятком и ждем 10-15 минут наше печенье готово теперь будем ждать пока оно отвинет и будем ломать на кусочки я размяла печенье и теперь буду делать крем здесь у меня уже целая банка кушелки и пачка масла перемешиваем я перемешала вот так выглядит крем теперь нужно сюда добавить мак но добавляем не весь нужно еще чуть-чуть оставить на то чтобы помазать верхушку торта примерно сколько должно остаться и перемешиваем теперь берем наши крошки и кладем крем крем вот здесь большую тарелку и выкладываем нашу смесь теперь сформируем небольшой корм муравейник я сделала специальный такой более плоский более приплюснутый чтобы его было легче резать теперь вот остатки мака посыпаем сверху муравейник готов но прежде чем его съесть нужно подержать его в холодильнике 3-4 часа всем привет мы сейчас будем делать маршмеллоу мы сейчас будем делать маршмеллоу мы делаем молочко для мелочей одну мы высыпаем ползостью а другую мы молочкой а другую мы в кубах а другую мы в кубах антимир Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вот так вот, сделаем вот нашмеллоу, мы делаем еще одну, и берем еще одну, можно сделать в полную, вот так вот, ложку, и вот все равно. Теперь, ну, я пробираю на час холодильника. Нашмелло уже застыл, мы его не будем. Приятного аппетита! Всем привет! Мы сестры Воронкова, и периодически для нашей синьки мы готовим торт с кокосовой стружкой. Для этого нам понадобятся коржи, шоколад, кокосовая стружка и вареная сгущенка. Берем коржи и каждый корж промазываем вареной сгущенкой. Промазываем каждый корж и соединяем. Все коржи мы промазали вареной сгущенкой, соединили, измельчили шоколад и посыпаем свежий. Мы посыпали шоколадной крошкой, а сейчас посыпаем кокосовой стружкой. Этот торт можно приготовить в течение пяти минут и порадовать своих родителей. Приятного аппетита! Привет! Меня зовут Маша, и сегодня мы будем делать домашнее мороженое. Для приготовления домашнего мороженого нам понадобится пол-литра 33% сливок, молоко, шоколадное печенье, сгущенное молоко и какао. Теперь берем миксер и взбиваем сливки. Шоколадное и сливочное. Для этого отделяем массу наполовину. В одну из половин добавляем какао. Это будет шоколадное мороженое. И взбиваем. Приготовленную форму пищевой пленкой. Теперь быстро берем печенье и обмакиваем его в молоке. Добавляем пищевой пленкой. Теперь берем печенье и обмакиваем его в молоке. и кладем сверху. Вот что у нас получилось. Теперь мороженое отправляем в холодильник минимум на 4 часа. А такие брикеты у нас получились. Всем приятного аппетита! Я сегодня буду готовить сливочный кекс. Для этого нам понадобится 3 яйца 3 штуки, сахар, сахар 180 грамм, у меня меньше, потому что сливки в кулахе. Сливки 33%, взбить 150 грамм. Саранее взбить 150 грамм. Мука пшеничная 150 грамм. Мука у кулуна 30 грамм. Одна чайная ложка крахмала, персики или другие фрукты и ягоды. Подготовить форму. Смазать сливочным маслом и присыпать сахаром. Персики обсушить. И на обеды, только надо взбить сливки, разогреть духовку до 30 градусов. Яйца разбиты. Теперь надо посыпать сахаром. Сыпать сахар. И взбить лопушечку. Яйца взбиты. Теперь надо красить пшеничную муку. И взбить з孔. Поставить, пока. Расставить палец установкой. Пок Enerко. Еще за 6 г, парень по Dale. И перепывать. После. Теперь надо добавить взбитые сливки. Теперь надо добавить взбитые сливки. Теперь надо добавить взбитые сливки. Теперь надо перемешать. Персики ложим на дно формы, посыпаем крахмалом и осторожно выливаем тесто. Персики ложим на дно формы. Персики ложим на дно формы. Персики ложим на дно формы. Тяжко. Персики ложим на дно формы. 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 Здравствуйте! Меня зовут Пуртова Нина Алексеевна. Мне 6 лет. Я сегодня буду готовить классические капкейки. Для этого нам понадобится цедра лимона, мука, смешанная с расслеглителем, сахарная пудра, яйца, молоко и соль. И масло еще. Взбиваем на самой высокой скорости миксера масло. Вот мы уже взбили масло. Теперь добавляем соль. И сахарную пудру. Сахарную пудру и соль тоже. Сначала на самой маленькой скорости. Добавляем яйца. Сахарную пудру и сахарную пудру. И сливаем. Сахарную пудру. Сахарную пудру. Сахарную пудру. И взбиваем миксером на маленькой скорости. Сахарную пудру. Добавляем всю цедру лимона. Сахарную пудру. Сахарную пудру. Сахарную пудру. И взбиваем на маленькой скорости. Сахарную пудру. Сахарную пудру. Сахарную пудру. Огородное тесто И его надо разложить По формочкам И ставить в духовку Окошки Огородное тесто Огородное тесто Первый блюдо Огородное тесто Смотрите продолжение в следующей серии. И отправляем капкейки в духовку. А пока они готовятся, приготовим крем. Я готовлю крем чистый. Для этого нам понадобится творожный сыр, сахарная пудра, жирные сливки для взбивания. И, конечно же, миксер. Сливки выливаем. Добавляем сахарную пудру. И взбиваем на маленькой скорости. Мой крем уже готов. Капкейки готовы. Остыли. И можно приступать к украшению. Капкейки. 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 Капкейки готов. Капкейки. Капкейки. Готовы. Капкейки. 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 И взбиваем. Яйца начали пекать на чуть-чуть до болтанки. Теперь ждем, когда яйца хорошо забью, чтобы превращаться в белый пек. Все, яйца взбиваю, добавляю молоко и масло. А теперь перемешаю, добавляю муку. И опять все маленькое, красивое, перемешиваем. Мой бисквит готов, прям взбиваем. Посмотрите, какой он красивый. Теперь я ставлю в кировую духовку на 2-2 часа. Включаю ее в автопитер, а скидкой. Включаю любое форму. Теперь он готов к следующему ряду. Я сделаю из хорошего. Теперь приготовим крем. Для крема нам бананы, холодные сливки, сметана, мешонка. Все это смешиваем, миски, и взбиваем. Вот такой у нас крем получился. И не пугайтесь, что он жидкий. Сейчас мы его поставим в холодильник, и он сделается. Теперь приступаем к последнему этапу. Сборка и украшения. Теперь делаем крошки. Делаем крошки. Делаем крошки. Делаем крошки. На пето. Я приготовье что-тоque. Теперь наливаем в крем. и 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 Теперь можно их украшать. Украшения у меня. Листики мяты, кубника и шоколадная крошка. Теперь самая лучшая часть. Дегустаторы. Вкусно? Да. Всем привет! Меня зовут Настя. Сегодня мы будем делать шоколадные капкейки с фундуком и соленой карамелью. Для капкейков мне понадобится мука, сахар, какао, молоко, яйцо, сливочное масло, оливковое масло, соль, сода, винный уксус, жареный, измельченный фундук. Первый день мы ставим духовку на разогрев. И подготавливаем формы. И теперь приступаем к тесту. Добавляем все сухие ингредиенты. И все хорошо перемешиваем. И все хорошо перемешиваем. И добавляем все оставшиеся ингредиенты, кроме винного уксуса. Сначала смешиваем на маленькой скорости, чтобы мука не вылечила. А теперь увеличиваем скорость и ждем до тех пор, как разрешается. Вот все перемешалось. А теперь добавляем винный уксус. И ждем немного, а потом подлечаем. Теперь перекладываем тесто в форму. Заливаем тесто в форму до половины. Потому что тесто хорошо поднимается в духовке и может вытечь. Все, заполнили формы. Теперь отправляем в духовку. Все, кексы испеклись. Я выключаю духовку и оставляю их остывать в духовке. Капкейки остыли. Теперь самое время сделать для них начинку. Начинка у меня будет соленая карамель. Надо сделать прорези. Я буду делать специальным предпособлением. А можно сделать обычным ножом. Теперь наполняем капкейки соленой карамелью. Теперь приготовим крем. Для крема мне понадобятся холодные сливки. Сливочный сыр. И сахарная пудра. Сначала мы взбиваем на маленькой скорости, а потом на большой. Крем приготовился и мы перекладываем в кондитерский мешок. Чтобы это было удобно сделать, мы положим кондитерский мешок в высокий стакан. Теперь украшаем капкейки кремом, нашим кремом и чизом. Теперь мы украшаем. Для украшения я буду делать шоколадку и чернику. Я буду делать шоколадку. Украшаем капкейки. Попробуем. готовы наши капкейки здравствуйте сегодня мы будем готовить пирог шарлотку это нам понадобится 3 яйца стакан сахара пачка растопленного масла щепотка соли полтора 1 стакана муки и пол чайной ложки соды берем яйца выливаем перемешиваем берем 1 стакан сахара высыпаем перемешиваем выливаем 1 стакан сахара перемешиваем 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...